Я много лет занимаюсь машинным переводом и долгие годы разрабатывал вполне конкретную систему машинного перевода, которая называлась ETAP. Эта система разрабатывается в Институте проблем передачи информации Российской академии наук в лаборатории компьютерной лингвистики. Моя конкретная специализация в этой задаче в создании машинного перевода — это синтаксис. И волей-неволей мне приходилось решать разного рода синтаксические проблемы, связанные именно с адекватным описанием синтаксических явлений русского языка. И постепенно выяснилось, что в русском языке есть два синтаксиса. Это главный синтаксис, который описывает небольшое количество базовых синтаксических конструкций. Например, конструкции типа «предлежащие плюс сказуемые», либо конструкции типа «определение плюс существительное» — «красный мяч», «большой дом» и так далее. Это базовые конструкции. Их немного, но они описывают основную часть языка. И есть конструкции мелкие, которые описывают совсем не базовую часть языка, а вполне конкретную вещь. Но именно они являются наиболее сложными, а кроме того, они очень плохо описаны в традиционной лингвистике. Почему это происходит? Это происходит потому, что они, вообще говоря, находятся на стыке словаря и грамматики. Грамматисты их, может быть, и упоминают, а у словарников не доходят руки до того, чтобы их подробно описать. Я начну с очень простого примера. Когда мы занимались анализом русского текста, то обнаружили, что вот есть некоторые конструкции, которые с трудом поддаются этому анализу. А конструкции эти самые обычные. Конструкции такого типа «мне негде спать», «мне некуда пойти», «мне нечего делать» и так далее. И вот мы смотрим и видим, что как-то эти конструкции у нас не описываются. Не очень понятно, к чему относится вот это самое, вот это словечко «негде» или «нечего» или «некуда». Почему? Если мы возьмем другие слова типа «негде», «никуда», «ничто», «все очень хорошо». А вот с этими словами получается трудно. И вот мы стали думать, а что же это такое? И обнаружили, что на самом деле «негде» или «некуда» или «нечего» — это не слова, а это такие специальные агломерации, которые состоят из двух элементов. С одной стороны это «не», а с другой стороны это словечко типа «где», «куда» или «что». А что это за «не» такое? Это «не» — это такой отрицательный глагол. Действительно, что такое, как можно сказать, сообщить выражение, противоположное по смыслу выражения «мне негде спать». Мы скажем «мне есть где спать». А «не» — это просто исторически такой отрицательный глагол «не есть» или «несть где спать», или даже в некоторых вариантах русского языка «мне нет где спать». И в прошедшем времени очень часто в этом мне не было где спать. Когда мы это обнаружили, то мы, а именно Юрий Деринейкович, Апрессиан и я, написали большую работу, посвященную исследованию именно этих конструкций. Вот эти конструкции, если угодно, относятся к малому синтаксису русского языка, который мне оказалось удобно называть не малым, а микросинтаксисом. Не потому что он маленький, а потому что на него надо смотреть в микроскоп, потому что требует очень таких вот тонких, прецизионных инструментов. Ну, как, например, есть хирургия, а есть микрохирургия, не потому что она маленькая и ненужная или неважная, а потому что очень трудно, там такие мелкие детали, которые надо смотреть под микроскопом и здесь надо смотреть под микроскопом. Вот я расскажу про несколько таких конструкций, которые мне пришлось исследовать, и оказалось, что таких конструкций очень много и на это нужно много времени потратить и много усилий. Давайте посмотрим на следующие конструкции. Вот есть такое выражение по-русски, выражение типа черта с два. Все понимают, что это такое, хотя это разговорный элемент, но его, в общем, трудно описать. А почему? Потому что надо понять, каким образом он встраивается в предложение. А что тут бывает? Например, черта с два он придет. Это такое обстоятельство, если угодно. Вряд ли он придет, правда? А можно сказать по-другому. Черта с два ты получишь. Это значит, это уже не обстоятельство, это дополнение. Ты ничего не получишь, а именно то, что ты получишь, будет ничем. Вот это второе значение. И вот такое надо написать. Это один пример. Без того, чтобы его как следует изучить, не удастся построить нормальные синтаксические структуры, а, следовательно, не удастся и перевести. Вот еще один пример. Есть такое словечко «все равно». Это не словечко, а пара слов. И вот оказывается, что этих «все равно» несколько, и они по-русски очень разные. Давайте посмотрим на первое из них. Например, я все равно сижу дома, могу последить за ребенком. Это вот одно значение. Другое дело. Мне все равно, придешь ты или нет. Обратите внимание, что это вещи очень разные. Когда мы говорим, я все равно сижу дома, это означает, что в любых обстоятельствах ничего не изменится, и я сижу дома. А когда мы говорим «мне все равно», это означает, что некоторое мое состояние, оно… мне безразлично… безразличен… безразличен исход или безразличен результат или еще что-нибудь в этом роде. Теперь обратим внимание, что в первом случае это «все равно», оно может следовать только одно за другим подряд. А во втором случае – нет, не обязательно. Например, можно сказать, «не все ли тебе равно». И получается, что вот эта вот единичка «все равно», она стоит… она распределена по тексту, а это должно быть собрано во что-то единое. Это вот вещь очень сложная, и ее нужно специально отмечать. Более того, значит, вот в первом случае мы говорим «я все равно сижу дома», и нельзя сказать «я мне все равно сижу дома», ничего такого нет. А здесь, в дательном падеже «мне» выражается субъект состояния, каково «мне», «мне безразлично», «мне все равно». Есть еще третье «все равно». Вот Фаина Раневская говорила примерно так, «сняться в плохом фильме все равно, что плюнуть в вечность». Это еще отдельная вещь, она отличается от второго «все равно», которая… она близка к этому, ближе, чем к первому «все равно», но она другая. А почему? Потому что нельзя сказать «мне все равно, что плюнуть в вечность». Здесь нету субъекта состояния. А если сказать «для меня все равно, что плюнуть в вечность», это не субъект состояния, а субъект оценки. И вот такие тонкости очень важны, чтобы это описать. Ну и последний пример, который можно привести на эту тему, это удивительная конструкция с глаголом «быть». Мы можем, когда мы говорим о еде, мы можем сказать «я буду суп», «я буду пиво», «ты будешь чай», «нет, я не буду чай» и так далее. Обратим внимание, что вот эта конструкция используется только тогда, когда после «буду» мы говорим либо о еде, либо о питье, либо, может быть, еще о сигаретах. Я буду «лаки страйк» или еще что-нибудь в этом роде. И все. Это удивительная конструкция в русском языке, которая вот таким образом семантически ограничена. Это еще не все. Дело не только в том, что она ограничена словами со значением еды, питья или, может быть, еще сигарет. Она еще ограничена по смыслу. Невозможность вообще это описывать только так. Во-первых, это может быть только в будущем времени. Нельзя сказать «я был чай», «я вчера был чай», «лаки страйк» и «пиво». Такого не бывает. А кроме того, невозможно себе представить, когда идет речь о ситуации, когда человек просто рассказывает, что он будет есть. Мы можем сказать «я приду домой и съем котлету», но нельзя сказать «я приду домой и буду котлету». Для того, чтобы адекватно это воспроизвести, требуются некоторые такие усилия, чтобы такого рода конструкции описать. Надо сказать, что вот этот микросинтаксис, он очень близок к тому, что в лингвистике называется грамматикой конструкций. Эта грамматика конструкций — это вещь не новая. Она возникла в Америке. Первым автором ее был Филмор. В России она очень активно развивается Екатериной Владимировной Рахилиной, которая есть даже целая книжка «Грамматика конструкций». Ну и вот я занимаюсь чем-то очень похожим, что называется микросинтаксисом. Разница тут есть, хотя и не очень существенная. Грамматика конструкций исходит из того, что весь синтаксис языка есть по сути дела грамматикой конструкции. Мне кажется, что это не совсем так, а именно вот есть большой синтаксис, есть малый синтаксис, микросинтаксис, который, собственно говоря, и является этой самой грамматикой конструкции. Надо сказать, что вот таких вот элементов микросинтаксических очень много. И для того, чтобы как следует его описать, требуется отдельная работа. Мы предполагаем делать эту работу. Мы предполагаем создать специальный ресурс, в котором такие синтаксические конструкции русского языка будут описаны. Можно считать это словарем, можно считать это некоторым тезаврусом, некоторым компендиумом. Это не вполне словарь, потому что там единицами являются именно вот эти синтаксисческие конструкции, которых очень много. А второй ресурс, который мы собираемся на эту тему сделать, это так называемый корпус конструкций, корпус микросинтаксических конструкций, который, как нам кажется, будет очень полезной вещью, и мы будем этим заниматься. И надеюсь, что такого рода вещи окажутся полезными для других компьютер-лингвистических задач. Надо сказать, что у нас есть большой опыт создания синтаксических корпусов текстов. Вообще существует так называемый национальный корпус русского языка, где очень много разных корпусов. Один из этих корпусов, который мы создавали отдельно, это так называемый синтагрус, синтаксический корпус русского языка, где для каждого предложения приводится его синтаксическая структура. Надо сказать, что этот корпус был очень полезным. Я приведу только один пример. В русском языке есть такая конструкция, которая называется длительной. Например, он работал два часа, пароход плыл два часа. И эта конструкция в грамматике очень хорошо описана. Известно, что эти конструкции могут быть, вообще говоря, только в присутствии глаголов несовершенного вида. Можно сказать, корабль плыл два часа, а сказать корабль приплыл два часа нельзя. Надо сказать, корабль приплыл за два часа. Ну и, правда, есть еще там пара глагола, пара типов глаголов, которые тут могут присоединять себе такую длительную конструкцию. Например, больному надо вылежать двое суток или он посидел пару минут и ушел. Вот глаголы на вы и на по. И вот у нас есть корпус, в котором эти длительные конструкции написаны. И дальше обнаруживается, если мы произведем поиск по этому корпусу, мы обнаруживаем, что вовсе не только такие глаголы несовершенного вида или еще глаголы на вы и на по там существуют. Но существуют и другие глаголы. Например, у нас было предложение, где говорится про кого-то, про кого-то преступника, который сел в тюрьму и теперь говорится, но теперь он отдохнет на нарах годиков пять. Отдохнет этот глагол совершенного вида и все равно это используется. Более того, оказалось, что это используется не только с глаголами, но даже с прилагательными. Например, мы говорим, абонент недоступен вот уже два часа или я целый день занят или еще что-нибудь в этом роде. И вот благодаря этому корпусу нам удалось обнаружить некоторые вещи, которые у русской грамматики были неизвестны. А самое любопытное состоит в том, что это обусловлено только тем, каким образом этот корпус составлялся. Он составлялся следующим образом. Сначала автоматически строилась синдоксическая структура, а потом она проверялась экспертами-лингвистами. Эксперт-лингвист увидел, что здесь есть такая длительная конструкция и ее исправил. А в корпусе автоматически это построить было нельзя, потому что он построен на правилах. И вот такой сложный алгоритм создания корпуса привел к тому, что мы смогли обнаружить что-то новое. Вот примерно такой же корпус мы хотим построить специально на микросиндоксических конструкциях. Вот там будут и эти все равно, и черта с два, и многие другие. Я полагаю, что таких что таких единиц будет от одной до нескольких тысяч. И для того, чтобы корпус был представителем, там должно быть довольно много предложений этого рода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok